Рассмотрим, как с помощью видеокамеры можно определить среднюю скорость пули. Для этого я использовал фотоаппарат, снимающий видео в режиме видеокамеры со скоростью 30 кадров в секунду. Вот такой первый пистолет, он очень похож на пистолет Макарова. Это газобаллонный пневматический пистолет. В нем сжатый углекислый газ из стального баллончика выталкивает пулю в виде стального омедненного шарика массой 0,3 грамма. Я взвесил эту баночку, она оказалась имеет массу 165 грамм, в ней 500 пулек. И масса баночки тоже я взвесил, оказалось она 15 грамм. И подсчитать несложно, получается действительно 0,3 грамма. Заодно я решил найти дульную энергию. Это кинетическая энергия вылетающей пульки. Действительно ли она меньше 3 джоулей? Такое должно быть требование, чтобы свободно купить такой пневматический пистолет. Подставляем мы в эту формулу и получаем значение, которое действительно немного меньше 3 джоулей. А скорость я взял из технических характеристик пистолета. И мы эту скорость сегодня должны будем проверить. С каждым выстрелом давление газобаллончики немножко уменьшается. Поэтому скорость пули тоже уменьшается. Второй пистолет ИШ-53М. В нем давление создается в момент удара поршня. Поршень движется за счет сжатой пружины. А сжимается пружина, когда мы ломаем, как говорят, ствол. Мы его вот так вот переламываем. Пружина сжимается. И теперь вот сюда мы должны вставить свинцовую пульку. Калибра в данном случае 4,5 мм. Начнем с пистолета ИШ. Расстояние до мишени от места удара поршня я точно постарался измерить рулеткой. 10,92 м. То есть вот отсюда до мишени. В качестве мишени я взял лист из металла, чтобы удар пули имел достаточную громкость. А это очень важно при данном способе измерения скорости пули. Открываем в видеоредакторе снятые видео выстрелы. Я использовал программу Pinnacle Studio. И что же мы здесь видим? Посмотрим на звуковую дорожку. Вот на звуковую дорожку. 1. Это момент удара поршня. А 2. Это момент удара пули о мишень. Хорошо видно, что между ними почти ровно 5 кадров. Тут третий кадр. Тут восьмой. Действительно. Почти ровно 5 кадров. Это соответствует времени 5,3 секунды. Потому что видеокамера делает 30 кадров в секунду. Звук от удара дошел до видеокамеры. Видеокамеры 11 метров мы делим на 343 метра в секунду. 11 метров это расстояние от мишени до видеокамеры. А 340 метров в секунду это скорость звука. При температуре около 25 градусов Цельсия. Значит пуля была в полете 5 кадров делим на 30 кадров в секунду. Минус 11 метров на 343 метра в секунду. Получаем вот такое время. Ну а теперь мы делим расстояние на время. И получаем скорость 81 метр в секунду. Она оказалась меньше 100 метров в секунду. Но это во-первых средняя скорость. А не начальная скорость вылета пули. Надо это отметить. Во-вторых пистолет у меня уже много ему лет. И возможно пружина уже ослабла. И не такой силой дает удар. Поэтому и получилось меньше 100 метров в секунду. Мне кажется это действительно реальное значение. После удара пуля внутри ствола. Некоторое время разгоняется. В момент выстрела вылета из ствола. Она имеет максимальную скорость. Затем во время полета ее скорость по причине сопротивления воздуха уменьшается. Поэтому данным способом мы находим среднюю скорость пули от момента удара поршня до момента удара пули в мишень. Теперь возьмем газобаллонный пистолет. На фото ниже показан кадр, когда пули ствола еще не вылетело. Палец нажимают на спусковой крючок. Возможно пуля уже летит в стволе. Или через мгновение будет разгоняться под влиянием сжатого углекислого газа. Считаю, что она еще не вылетела, так как не видно конденсата у дула пистолета. Конденсат здесь пока не образовался. Значит скорее всего пули еще внутри ствола. Или еще взрыв не произошел. На следующем кадре, это всего лишь через 1.30 секунду, у дула, у ствола уже появился туман. Что говорит о том, что произошло расширение газа, адиабатное расширение газа, которое вышло из ствола. От этого расширения получилось охлаждение воздуха и водяных паров, которые всегда в воздухе содержатся. Поэтому они быстренько охладились и образовались мельчайшие капельки воды, которые называются туман. Значит пуля уже вылетела. Значит она вылетела в промежутке между этими кадрами. Теперь посмотрим на звуковую дорожку. Вот она звуковая дорожка. На 15 кадре тумана еще нет, а на 16 он уже появился. Вот тут 15 кадр нет, а вот он 16 кадр, когда туман уже появился. Между ними есть метка. Вот она эта самая метка. Я обозначил ее цифрой 1. Возможно, что как раз в этот момент пуля и вылетела. Метка, обозначенная цифрой 2, вот она, метка обозначенная цифрой 2, соответствует моменту удара пули в мишень. Значит пуля летела почти ровно 3 секунды. На самом деле пуля летела меньше времени, так как еще звук от удара должен был достигнуть микрофона видеокамеры, которая стояла рядом с пистолетом. Расстояние от дула до мишени составило 10,46 метра. Получаем, итак, это расстояние делим на время. 3 кадра делим на 30, но еще и звук некоторое время проходил вот эти 11 метров. И получаем мы 154 метра в секунду. Конечно, в паспорте указано 120 метров в секунду. А у нас 154. Конечно, это значение несколько завышено. Но мы тут замечаем еще одну метку. Вот посмотрите, какая. Если считать, что пуля вылетела на кадр раньше, на шкале времени хорошо заметен соответствующий всплеск. Вот он этот всплеск. То получается 4 кадра летела пуля. И скорость будет уже. Делим, получаем 103 метра в секунду. Значительно меньше. Мы получили значение 154 и 103 метра в секунду. Какое значение выбрать для средней скорости? В технических характеристиках пистолета, как я уже говорил, указано, что начальная скорость пули при вылетеле из ствола 120 метров в секунду. Продолжение следует... Продолжение следует...